Да, надо пользоваться случаем. Погода располагает к прогулкам. Например, по набежным. 70 километров вдоль Москвы реки уже привели в порядок, а в планах реконструировать и благоустроить больше сотни километров. Где сегодня искать лучшие места для селфи, знает Кристина Страхова. У меня есть идея для поста в ваш инстаграм, и пока об этом месте мало кто знает. Это стеклянный балкон на Раушской набережной, мини-копия парящего моста. Такие же есть и на Софийской набережной. Сделать селфи здесь можно и с друзьями. Балкон вмещает 10 человек. А потом предлагаю вам прогуляться по Раушской набережной. Ее реконструировали, пешеходную часть сделали шире, добавили места для отдыха. Можно посидеть и полюбоваться прекрасными видами. Потом можно пройтись по Софийской набережной приблизительно километр, и вы выйдете на болотную набережную к дому культуры ГЭС-2. Он еще закрыт, но территорию перед ним уже благоустроили. Сюда приходят и почитать, и даже порисовать. На спуске стоит скульптура Урса Фишера «Большая глина номер 4». Не все эту инсталляцию понимают. Много негативных отзывов. Но мало кто знает, как эту скульптуру вообще придумали. Сначала Урс Фишер взял глину, размял ее в руках, потом сделал 3D-модель и увеличил ее в 50 раз. И теперь мы видим «Большую глину номер 4». Остров Балчук планировали приводить в порядок еще в прошлом году, но отложили из-за ковида. Работу возобновили этой весной. По словам Сергея Собянина, сделать это было необходимо, так как улицы выглядели уныло. И теперь изменения Балчука замечают все – и москвичи, и приезжие. Я вспоминаю прошлые годы, конечно, очень большие изменения. И полосальная разница. Прямо вот ходишь, отдыхаешь, любуешься. Пешеходных зон стало больше. Это радует. Нравится, как там вот на Софийской развязочку вот эту сделали, там где Фалейский переулок. Очень удобно ездить на велосипеде. Дорожки стали шире, чисто, уютно. Есть где посидеть, есть где погулять, и когда устал, можно отдохнуть. С удовольствием прогуливаюсь у меня по дороге на работу, и я стараюсь даже не ехать, а идти пешком, чтобы вот это все как-то посмотреть. К тому же Балчук стал намного зеленее. Там высадили больше 150 тысяч растений, большую часть в Репинском сквере. Около 13 тысяч на Космодомианской набережной, 10 на Садовнической и 15 тысяч на Раушской. Зацветут они следующим летом. Кстати, в Репинском сквере клумбы постарались приблизить к тем, что были больше 50 лет назад. Клумбы и цветники имеют многоуровневую структуру. Центральный, самый высокий уровень, формируют гортензии. Дальше идут декоративные луки и ирисы. И самый низший уровень формирует шалфей, котовник и отчиток видных. В соответствии с этими архивными материалами, эскизами, фотографиями старыми. Но немножко добавили каких-то современных вещей, чтобы разнообразить и разукрасить. Чтобы обойти весь балчик, нужно как минимум два часа. Постепенно реконструируют и обустраивают все набережные. Причем так, как этого хотели москвичи. Они участвовали в соцопросе больше 4,5 тысяч человек. Большинство жителей центральных районов хотели бы видеть на прибрежных территориях, которые расположены рядом с ними, больше концертных площадок, кафе. В то время как жители, например, Карамышевской набережной или Строгино, они видят прибрежную территорию как продолжение своего двора. То есть это однозначно более уединенный формат. Когда все набережные будут готовы, можно смело садиться на велосипед и, если хватит сил, объехать весь город. Длина сквозного маршрута 246 километров. Рядом с реками появляются кафе, рестораны, детские и спортивные площадки, даже павильоны для выставок. Полностью завершить работы планируют к 2028 году. Кристина Страхова, Михаил Балухин, Александр Хоботов, Ирина Прочаковская и Наталья Чепрукова. Москва, 24.